Новости в эфире информационного канала Севастополя в студии Наталья Двойцина. Президенту Российской Федерации Владимиру Путину присвоено звание почетный гражданин города-герой Севастополя. Постановление принято на очередном пленарном заседании Законодательного собрания. Также сегодня в повестке дня вопросы кадастрирования земель и выдачи участков льготным категориям граждан. Арсений Ковалевский подробнее. Одним из важных на прошедшей сессии был проект закона, предполагающий выдачу на безвозмездной основе многодетным семьям еще ряду льготных категорий граждан земельных участков для постройки жилья или ведения дачного хозяйства. Предоставляются земельные участки являющиеся родители из многодетных семей города Севастополя в соответствии с законом города Севастополя 26 декабря 2014 года номер 98 ЗС о социальной поддержке многодетных семей в городе Севастополе. Вторая категория, относящаяся к категории Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров Ордена Славы. После обсуждения дополнительных требований и поправок к проекту, народные избранники единогласно поддержали инициативу выделения земли нуждающимся. Срок окончательной доработки закона и его финальное второе слушание 25 июня. За это время депутаты намерены более четко определить нормы и очередности выделения участков. Я, вне всякого сомнения, призываю вас к тому, чтобы поддержать в первом чтении данный законопроект, потому что мы обязаны выделять землю категориям этим по федеральному закону. Но подойти к нему со всей серьезностью и с учетом реалий того выделения земли, той практики выделения земли, которая сложилась, к сожалению, у нас в городе, и она ничуть не радует. Не обошли вниманием севастопольские парламентарии и вопрос присуждения званий и регалий. Исполняющая обязанности спикера Екатерина Алтабаева выступила с предложением присвоить президенту России Владимиру Путину звание почетного гражданина Севастополя. По инициативе группы депутатов законодательного собрания подготовилась следующий проект постановления. Присвоить за большой личный вклад в восстановление города-героя Севастополя статуса города федерального значения при его вхождении в состав Российской Федерации звание почетных гражданин города Севастополя Владимиру Владимировичу Путину президенту Российской Федерации. Продолжением такой инициативы от Екатерины Алтабаевой стал целый ряд идей со стороны остальных депутатов. Одни предлагали поменять формулировку документа, другие даже высказывали мысли о необходимости снятия этого звания с экс-президента Украины Леонида Кучмы, которому оно было присвоено в 2002 году. Восстановление не голосуется в первом и втором чтении, поэтому тогда я предлагаю коллегам обдумать и если они согласны с формулировкой Сергея Ивановича, то мы можем эту формулировку внести. Если вы считаете формулировку ту, которую предложила комиссия по присвоению звания почетных гражданин, то я думаю, что, уважаемые коллеги, вот не эта формулировка, а само звание почетных гражданин, вот тот вопрос, который мы решаем сегодня. Посоветовавшись, депутаты единогласно поддержали первоначальную редакцию постановления и присвоили президенту Российской Федерации Владимиру Путину звание почетного гражданина города-героя Севастополя. За 21 решение принято. Арсений Ковалевский, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя. В День защиты детей по инициативе губернатора Сергея Миняйова проезд в троллейбусах для школьников будет бесплатным, сообщает официальный сайт правительства города. Такая возможность 1 июня для юных севастопольцев будет действовать до 19 часов. Кроме того, все учреждения культуры Севастополя приглашают детей на бесплатные киносеансы, спектакли и концерты во всех районах города. Праздничные мероприятия пройдут на площади Культурно-информационного центра, на летней эстраде Приморского бульвара, во Дворце культуры Севастопольской, а также в Центральной городской библиотеке имени Гайдара. 1 июня в художественном музее имени Крошицкого день льготного обслуживания детей до 18 лет. Также в этот день для детей вход свободный в Севастопольский театр юного зрителя, кинотеатры «Москва» и «Моряк». Изменились требования к предоставлению документов на получение полиса обязательного медицинского страхования. Ранее СНИЛС предоставлялся при наличии, теперь же его необходимо представлять в обязательном порядке. При отсутствии документа полис обязательного медицинского страхования не выдается. Такой порядок утвержден в связи с изменениями, внесенными в приказе Минздрав соцразвития об утверждении правил обязательного медицинского страхования. Даже если страховая организация примет у вас документы без СНИЛСа, но полис выдается Российской Федерации единого образца, то уже переданы данные в Москву специальные организации, которые формируют акты, они не смогут сделать такой полис, и он будет просто отказан. До конца года весь государственный и общественный транспорт Севастополя планируют подключить к общей региональной навигационной системе. Руководство Главного управления информатизацией и связи заключило соглашение с оператором, который будет реализовывать проект. Кроме подключения городской техники к системе мониторинга ГЛОНАСС, планируют также провести интеграцию в онлайн-службу Яндекс.Транспорт. Это позволит пользователям интернет узнавать о приближающемся троллейбусе или автобусе через мобильное приложение или компьютер. Больше расскажет Анна Леготина. В ближайшее время все городские автобусы, троллейбусы, катера, автомобили дорожных, коммунальных и других служб оснастят специальной аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Система обеспечит безопасность пассажиров и контроль качества работы сотрудников городских предприятий. Например, диспетчер центра сможет наблюдать, где находится транспорт, по какому маршруту следует, с какой скоростью движется. Это позволяет выявлять нарушения и предотвращать ДТП. Стать участником системы смогут и сами пассажиры. С помощью интернет-службы будет возможность узнать информацию о приближающемся к остановке транспорта. Каждый Севастополец может зайти в систему Яндекс.Транспорт и посмотреть, где в режиме онлайн в данный момент находится любой общественный транспорт города Севастополя. И посмотреть маршрут его движения, выйти спокойно из дома, успеть подойти к остановке, сесть и поехать. Работа по внедрению навигационных технологий началась в 2015-м, после того, как Севастополь по федеральной программе получил 80 миллионов рублей на построение региональной навигационной информационной системы. После этого закупили 800 устройств ГЛОНАСС и серверное оборудование, которое успешно протестировали в этом году на 12 школьных автобусах. И, наконец, главный шаг. В мае определили оператора, который будет проводить работу по внедрению системы. Им стало акционерное общество региональный навигационно-информационный центр города Севастополя. Предприятие не только начнет реализацию проекта, но и инвестирует в него до конца года 40 миллионов рублей. Из обязательных подсистем, которые будут внедрены в этом году, это подсистема управления пассажирским транспортом, мониторинг школьных автобусов, мониторинг дорожной строительной техники, транспорт ЖКХ, перевозка крупных тяжеловесных и опасных грузов. Дополнительно к этому мы планируем предлагать услуги персонального мониторинга для частных лиц, для компаний, что позволит контролировать местоположение детей, людей престарелого возраста, а также сотрудников, которые ведут разъездной характер работы. Ожидается, что благодаря региональной навигационной информационной системе Севастополя снизится аварийность на дорогах, повысится уровень безопасности перевозок, качество транспортных услуг и экономическая эффективность эксплуатации городских автомобилей. Анна Леготина, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. В Севастополе стартовали соревнования вооруженных сил Российской Федерации и чемпионат страны по армейскому рукопашному бою на кубок губернатора Сергея Минела. Участие в состязаниях примут около 100 спортсменов из 15 регионов России. От Севастополя выступят две команды Черноморского флота в составе 14 человек. Во вторник воины провели предварительные бои. Репортаж Анны Брачевой. Чемпионат России по армейскому рукопашному бою собрал более 100 участников из Севастополя, Симферополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Улан-Удэ, Ставрополь, Рязани и других городов страны. По правилам армейского рукопашного боя, видеокамеры, телекамеры, они здесь не заметят большого количества участников, потому что не положено участникам находиться на поле, на татами. Поэтому все команды выведены за пределы, сражения за пределы татами и находятся в специальном отведенном зале, где тренируются. Судить соревнования будет пятикратный чемпион России по армейскому рукопашному бою, вице-президент Иркутской Федерации Артем Милкоступов. Свою спортивную карьеру он начал в 1998 году. Выполнил норматив международного, а потом и заслуженного мастера спорта России. Выступал до 2010 года, после чего стал преподавать и судить соревнования по армейскому рукопашному бою. У нас более 15 отделений в городах Иркутской области. Занимается более 2000 человек. То есть это дети, подростки, допризывная подготовка службы в армии проходит у нас. Поэтому он у нас очень популярен. Судить я начал еще в 2010 году, когда уже перешел, так сказать, в организационный комитет проведения соревнований. Почему так произошло? Потому что у нас в Иркутске проходит всероссийский турнир мастерской памяти воинов-сибиряков. Уже по счету 14 будет в этом году. И в рамках реферии, бокового судья, потом уже главного судья. Последние 6 лет я главным судью являюсь в этих соревнованиях. Тоже очень интересная деятельность. В этом направлении теперь развиваемся. На данном чемпионате буду реферить поединки. В соревнованиях участвуют бойцы различных подразделений вооруженных сил России. Победителям чемпионата присвоят звание мастера спорта. От Севастополя представили две команды Черноморского флота в составе 14 человек. Иско-подготовка проходила в 810-м бригаде морской пехоты. То есть именно на базе морской пехоты тренировки в спортивном зале, на стадионе. То есть как первый состав, так и второй состав тренировались у меня на базе. Команда Черноморского флота представлена чемпионами военно-морского флота, призеры Южного округа. Ну и чемпионы России, мастера спорта международного класса, мастера спорта. В Севастополе армейский рукопашный бой набирает всю большую популярность. Если в прошлом году в секцию записалось порядка 40 детей, сейчас тренируются около 800. Занятия включают в себя общую физическую подготовку, кикбоксинг, акробатику, изучение ударной техники и приемов борьбы. Финал соревнований пройдет 1 июня на татаме спорткомплекса «Мусон». Анна Брачева, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. И на этом пока все. Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова